Всем привет! Ну а на очереди мой второй мастер-класс по созданию второго разворота альбома для малышки. Этот разворот уже немножечко усложнен тем, что здесь у нас имеется вот такая чудесная открывашка. Такая скрытая страничка с вот такими тоже открывашечками, кармашками. Очень много чего есть пооткрывать, опять же, и порассматривать. Я надеюсь, что вам понравится этот разворот, что вы сможете очень просто и легко его повторить, потому что действительно нет ничего проще. Оно просто только кажется, что сложно, на самом деле все очень легко, очень просто. Вот такой скрытый элементик в альбоме имеется. Вот так он достается. Здесь также можно будет разместить фотографии форматом 10 на 15 вклеить. Через неделю мы уже сделаем с вами третий разворот альбома для малышки. Я надеюсь, что вам все понравится и мастер-класс будет для вас полезным. Так что присоединяйтесь к моему мастер-классу, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Если у вас какие-то возникают вопросы, вы всегда можете задать их внизу в комментариях. Ну что, поехали? Значит, вот так я запланировала подложку. Закрываться, скорее всего, что будет ланкерок. Тут у нас уже будет декор. Вот я вырезала замок. Вот я дыроколила кусочек такой кальки. Как-то подложу. Это может там кружево. Ну, то есть такое. Поэтому смысл в этом. Но здесь я так расположу декор таким образом, чтобы я могла в результате, почему я не проклеивала, подсунуть сюда то ли карточку, то ли фотографию можно будет ссунуть. Ну, то есть такие вот мелочи, может быть, какие-то. Вот, поэтому я все буду склеивать. Затем, по поводу подложки. Здесь, как я повторюсь, 9х13 фото предусмотрены. Поэтому одна сторона, вот одна подложка, у меня размером 10х14. Между ними, между двумя подложками, есть беговальная такая, опять же, линия 2. По 2 мм между ними разница. Для того, чтобы, опять же, объем, который создался, мы потом не топорщим наши подложки. В результате я вырезала из ватмана размер такой моего квадро-прямоугольника 20,2х14. 20 см и 2 мм на 14 см. На половине 10 см отмерила, пробеговала, 2 мм отмерила, пробеговала. И остается у меня здесь в районе 10 см. И потом я просто пришью. Здесь, как раз-таки, на этих 2 мм, я пришью вот эту мою подложку. Пришью просто вручную. Вот такая немножко незамысловатая и совсем несложная конструкция. И дальше мы будем это открывать. И перед нами откроется еще одна скрытая страничка. Еще хочу сказать, что смысл в чем. Это у нас выписка. То есть, вот замок. Принцессу повезли домой, да? Вот, плашки, да, как праздник. А дальше мы открываем и будет уже скрытый разворот. И это про крещение малышки. Нижняя страничка, которую вот здесь мы открываем, будет страничка. Декор никакой не накладывается, ничего особо не делается. Почему? Потому что будет пупырщица вот эта страница. Все должно быть максимально плоским. Ну, а теперь в быстром режиме. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торзок Дима Торзok Дима Тorzok Дима Торзок Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор 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 А.Кулакова куда мы обязательно положим подложечку, и здесь кармашек и вот такие вот места, куда можно клеивать фото. Довольно-таки очень вместительные. Фиксируем в этом развороте наши открывашки при помощи таких вот анкерочков, они под медь выполнены. Опять же повторяем принты золота. Немножко добавила медных поэток, это для того, чтобы подчеркнуть медный анкерочек. Вот здесь у нас тоже, по-моему, открывается место для фото. Здесь фото 9х13, здесь фото 7,5х10. Ну и, конечно же, здесь у нас уже объемный открывашка и тут фото, и тут, где по фотографии можно разместить. Также я еще хотела показать вам, что добавила вот здесь, вырезала вот такой кружочек, приклеила кусочек кальки. Это для того, что вот здесь, вот тут, у нас будет страничка приклеиваться не до конца. Кстати, анкерочки, вот эти вот братцы, я их подклеивала с той стороны для того, чтобы они крепко зафиксировались, потому что, ну, со временем всякое может произойти. Вот, чтобы ничего и не произошло, я просто обрезком бумажки подклеиваю. А здесь вот страничка не вся будет полностью подклеиваться при помощи момента, то есть только в основном по краям, потому что тут будет маленький сюрприз, спрятаться вот такая вот будет книжечка. Вот таким вот образом будет торчать вот этот цветочек, и мы за него будем тянуть, и вот так он будет доставаться. А доставаться будет вот такая книжечка, где еще можно разместить. В основном, как внутри клеится, ну, не меньше двух фотографий, просто большого размера. Можно больше, только меньшего размера. Уже на усмотрение хозяйки этого альбома будет. То есть вот такая красота у нас получилась. Еще хотела сказать, что здесь вот я нанесла также гель кракелюрный, и получила вот такие интересные узоры. Видите, такие вот потрескавшиеся золотые узоры. Бабочка объемная. Я надеюсь, что мастер-класс был для вас полезным, и что вы обязательно им воспользуетесь. Дальше мы с вами встретимся уже при создании третьего разворота. Подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы ничего не пропустить. А теперь, как всегда, небольшое промо следующего разворота. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok